Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Вот получили модель Umicros И сегодня буду записывать для вас Видео-обзор данной модели Поставляется смартфон В стандартной привычной коробке Выполнена она В виде вот такой вот книжки Здесь у нас видны все Технические характеристики данного устройства С картинками сначала Потом идут у нас Технические характеристики без картинок В цифрах В комплекте у нас поставляется стандартно Вот такая вот зарядка USB кабель Оригинальная пленка к данной модели Ну и собственно больше ничего у нас здесь нет Перейдем непосредственно к нашему смартфону Конечно же модель Вызывает такие странные эмоции Что это уже никакой не смартфон Никакой не телефон А уже настоящий планшет И люди заходят к нам в магазин Смотрят на витрины Что стоит такой гигант И спрашивают А это что, планшет у вас стоит? Мы говорим Нет, это смартфон Две сим-карты Все дела Значит спереди у нас Вы видите Дисплей Который закрыт стеклом Gorilla Glass Отличить дисплей от каких-то там панелей Под стеклом просто очень тяжело Потому что экран очень темный Очень качественный В выключенном состоянии И это только добавляет шарма Скажем так Такому смартфону Значит У нас есть на передней панели Три сенсорных кнопки Это меню Домой-назад Скажу сразу Что мне не нравится их форма Они выглядят Ну не совсем так стильно Скажем так Сверху у нас есть Фронтальная камера 8 мегапикселей Динамик Освещение Датчик приближенности Здесь же есть LED-индикатор Пропущенных действий Он светит красным и зеленым Насколько я видел С этого бока На телефоне На смартфоне На фаблете Нету ничего Сверху разъем под наушники С этого бока Качелька громкости Кнопка включения Выключения устройства Естественно Снизу у нас микрофон И разъем под microUSB Сзади Смартфон имеет 13-мегапиксельную камеру С матрицей от Sony Вспышку Дополнительный микрофон Логотипы Cross Все обозначения То есть Здесь мы видим 1.5 ГГц Quad-Core 6.44 Full HD LTP-Screen И тому подобное Крышка очень стильная Такая Переливающаяся То есть Ну довольно таки Прикольно сделана Она не рифленая Она как глянцевая Ну вот такая Вот она Еще хотел сказать По поводу Экрана Экран Выполнен таким образом Что Вот эта вот рамочка Которая идет по ободку Когда мы его будем Допустим Ложить вот так вот Экран К поверхности Подошве Не будет дотрагиваться Вообще То есть Эта рамка Она Ну скажем так Она немножко Выпирает И В принципе Это довольно таки Даже видно хорошо То есть Ну это прикольно Смартфон Не похож на другие То есть Да Это лопата Это большой Большой такой Прибор Для копания Там В скобке огорода Ну это все шутки И Абсолютно Много людей Интересуются Такими размерами Смартфонов И очень популярны Эти модели А вот так вот Смартфон Выглядит Под Крышкой Как вы можете Видеть На весь Размер Практически Смартфона Распространяется Вот такой Большой Аккумулятор Емкость Этого Аккумулятора Колеблется Как заявлено Производителем От Четырех Пятьдесят Тысяч До Четыре Сто восемьдесят Миллиампер Часов Это довольно таки Большая Емкость К примеру В аналогичном Тешель W300 Данный Аккумулятор Составляет 3300 Две Сим-карты Две Стандартных Никаких Не Микро И Микро SD Карточка Динамик Вот такой Вот Естественно Обзор Я начинаю С программки Антуту Так как Это Самое Скажем так Интересное По техническим Характеристикам Не наврал Ли Наш Производитель И Не только Наш О технических Характеристиках Итак Давайте Смотреть Значит В данной Модели У нас Турбированный Процессор MDK6589T Full HD Разрешение 12.6 Мегапикселей Камера У нас 2 Гига Реальных Оперативной Памяти Встроенной Памяти Здесь 32 4 ядра Каждое Ядро По 1.5 ГГц Частота Фронтальная Камера На 8 Мегапикселей И Вот Все Все Датчики Здесь Практически Все Датчики Есть Гироскопы И Тому Подобное Здесь Все Присутствует Давайте Посмотрим Как же Данная Модель Справится С тестом Антуту И Сколько Баллов Она Наберет Итак Модель Набирает У нас 14743 Балла Это Стандартный Показатель Для Смартфона С Турбированным Процессором Full HD Дисплеем Поэтому Все Тут Стандартно Также Давайте Посмотрим Программу Antutu Tester Я Тестирую В данной Программе Multi-touch В данной Модели Всего 5 Точек Касания И По поводу Экрана Никаких Битых Пикселей Я не Увидел Но Могу Сказать Что На темном Фоне Вам Это Это Нужно Учитывать Также Давайте Посмотрим Какие Датчики Есть В данной Модели Но Нужно Эту Программу Установить Из Play Market Как раз Я вам Покажу Что Программа Рабочая Z-Device Test Точнее Не Программа Рабочая А Рабочий Play Market Сразу Все Устанавливается Грузится Без проблем Через Wi-Fi Итак Заходим В эту Программу И Будем Сейчас Наблюдать Во-первых Рабочий Хороший GPS Wi-Fi Bluetooth Само Собой Компас Это Все Есть Датчик Освещения Датчик Приближенности Гироскоп В данной Модели Есть Вспышка Вспышка Довольно Таки Хорошая Снимки Тоже Получается Очень Хорошо Итак Давайте Перейдем К Прошивке Прошивка В данной Модели Полностью Русифицирована Здесь Можно Посмотреть Какая Это Версия Андроида Версия Андроида 4.2.1 Прошивка Как и Во всех Full HD Моделей С Процессором MTK На данный Момент Немножко Подлагивает Она Подлагивает Если Быстро Листать И в Меню То есть Вы Видите Если Нормально Пользоваться Не быть Каким Задротом Таким То В принципе Листается Все Быстро Хорошо То есть Никакого Дискомфорта Вы Не Испытаете Но Оно По факту Подглючивает Также Прошивка С завода Сразу Идет С Рут Правами Запрашиваются Доступ К файлам Когда Я включаю Ту или иную Программку То есть Это Тоже Хорошо Конечно Гордостью Данной Модели Является Full HD Экран С размером 4 6.44 Дюйма Великолепная IPS Матрица Которая Экран Выполнен По OGS Технологии То есть Никаких Воздушных Прослоек Нет Углы Обзора Именно Что Максимальные Без Никаких Но Или В принципе И тому Подобное Экран Действительно Шикарный Давайте Посмотрим Картинки Как воспроизводит Данная Модель Во-первых Картинка По которой Можно судить Преломляются ли Цвета В данной Модели Ну Я вижу Я вижу Сам И я думаю Что четко Видите Вы Картинку Что Цвета Абсолютно Такие Как они Есть Вот так Вот Такие Же Они И в режиме Наклона То есть Абсолютно Никаких Проблем Нет Далее Идем Вот к таким Картинкам К ярким Сочным Красивым Темный Цвет Отображается На IPS Матрицах Немножко Светлее Естественно И как всегда Белый цвет У нас Ярко Такой Сочный Белый Кожа Людей Отображается Так же Адекватно Яркие цвета Действительно Смотрятся Шикарно С любыми Наклонами Под любыми Углами Все безупречно По экрану Ни единые Претензии По сочности По яркости Естественно И ожидаемо Что данная модель Будет с легкостью Воспроизводить Любые форматы Видео Будь Это 720p Кстати говоря Звук У данной модели Шикарный Он очень громкий Звук шикарный Как внешнего динамика Так и Ушные При разговорах И во время Прослушивания музыки Через наушники Так же Модель с легкостью Воспроизводит И Full HD Формат видео Без промедлений Без задержек Без проблем С таким Размером дисплея Просмотр фильма Будет доставлять вам Только массу Удовольствия Естественно Когда держишь В руках Такой большой Смартфон Берется такая Диагональ Неспроста То есть Человек Целесообразно Идет на то Что он будет Смотреть фильмы Он будет Играть в игры Он будет Пользоваться GPS Навигацией То есть Такой экран Должен Пользоваться Спросом А не просто Ходить с такой Лопатой И разговаривать Это абсолютно Неудобно Поэтому Давайте смотреть Современные игры Как они запускаются Как они идут Но не забываем Что связка MTK6589T И Full HD До сих пор Не работают Идеально Смотрим Смотрим Продолжение следует... Продолжение следует... Очень хотел продемонстрировать Вам Как работает Asphalt 8 Я уже запускал Эту игру На данной модели Могу сказать Что на максимальных Настройках На самых высоких Игра Играбельна И Практически Не тупит То есть На высоких Или на средних Играть можно Вообще без проблем Почему не смог показать? Потому что Непонятно Почему Для меня Вот выдает Вот такую вот ошибку Не знаю С чем это связано Возможно Если сделать сброс На заводские настройки Установить заново Игрушку То все Отлично Работает Без проблем Однако Тут сейчас Оно Загрузилось Значит Смотрим Как идет Игрушка Итак Демонстрирую Вам Что Качество Графики У нас Стоит Самое Максимальное Высокое И теперь Давайте Смотреть Как же Запускается Данная Игрушка И как В нее Можно Играть Скажу Так же Что На некоторых Моделях Full HD С турбированным Процессором Данная игра Идет Лучше На максимальных Например Практически Не тупит Да С подсевшим FPS Это понятно Но на некоторых Очень лагает На этих Максимальных Настройках И нужно играть Либо на низких Либо на средних Смотрим Смотрим Могу сказать Что смартфон Довольно таки Сбалансирован Со своим Железом И с Многочисленными Современными Нормальными Игрушками Ведет Себя Отлично Отлично Или на достойном Уровне Повторюсь Для Данного Уровня Железа Также Я тестировал Данную модель Естественно Аккумулятор Прогонял И вот Какие результаты У меня Получились Напоминаю Что Аккумулятор Здесь На 4180 МАч И размер Дисплея 4.66 Значит Antutu Тестер У меня показал 666 баллов Это Довольно Такие Серьезные Показатели Это Хороший Уровень Это Означает То Что Данная Модель Держит Дольше Чем Пяти Дюймовая Модель С 2000 Аккумулятором То есть ZOPU 980 Там Всякие TCL W8S И тому Подобное Также Я проводил Тест Скажем так Несинтетический При воспроизведении Видео На максимальной Яркости На самой максимальной Даже программно Смартфона Со 100% Хватило На 4 часа 10 минут И осталось У меня еще 15% То есть Если бы я его Вогнал в ноль То Это было бы 4.5 часа Может быть Даже чуточку больше То есть По аккумулятору Считаю Что это Очень шикарный Показатель Именно для Такой модели С таким разрешением Экрана Естественно Для Этой модели Я проводил Тест И GPS Я провожу Тест в Navitel И GPS Тест Спутники Ловят Практически Моментально А говорю Что я делаю Этот тест С прогрузкой EPO-карт То есть Смартфон Реагирует На спутники Практически Моментально Буквально За 5 секунд И Он обозначает Точку на карте За GPS Однозначно Плюс Все понравилось Камера В этой модели Камеры две Фронтальная камера На 8 мегапикселей И задняя камера На 13 мегапикселей Значит По камере Был Тоже приятно Удивлен Действительно Снимает Очень классно Фотографии Делаются В формате 12 мегапикселей Видео Снимается В формате Full HD Обязательно Сделаю Фото Видео Выложу Посмотрите Все Проверите Просто покажу Примерно Как же снимает Данный аппарат Вы видите Что Масштабирует Все Супер И не только Масштабирует А и фокусирует То есть Все Отлично Фронтальная камера На 8 мегапикселей Снимает Вот примерно Вот так Вот По качеству Изображения У меня нареканий нет Это одна из лучших Камер Которые я видел В бюджетных Китайцах То есть Ну вот примерно Китайцах Такого уровня Что ж Буду подводить итоги Во первых Скажу Что модель Мне внешне Очень нравится Я не сторонник Больших Таких диагоналей Я сам пользуюсь 4 дюймовым смартфоном Но Постарались Китайцы на славу 9 мм Корпус По толщине Впихнули Огромнейший Великолепнейший Экран Хорошую камеру Отличный GPS Что еще Ну По своим размерам Это одна из лучших Моделей Я оговорюсь Что я сделаю Буквально Через пару дней Тест сравнения С моделью THL W300 Так как считаю Ее единственным Конкурентом И по цене И по надежности То есть По качеству Модели идентичны Мне очень интересно Посмотреть Где же лучше Аккумулятор Где лучше Камера Обязательно Это все сделаю И вам покажу Что мне не понравилось В данной модели Если быть Как я уже говорил Действительно Большим задротом И придалбываться К каждой мелочи Мне не нравятся Вот эти вот кнопки Мне не нравится Как они светятся То есть Средняя светится Немножко больше По бокам Немножко меньше Не нравится Как они выглядят Мне не понравилось Что Точнее Мне на это Наплевать Меня это все устраивает Но некоторые могут Посчитать Это минусом Вот здесь Вот по этой Части экрана Когда темный экран Вот покажу Но опять же Это не видно Наверное на камеру Это видно Просто вживую Вот тут Небольшой Есть Вот Видно было Еще раз Вот Здесь Видны Вот эти Небольшие Засветы Они абсолютно Мизерные Но они По факту Есть Кнопки Мне понравилось Очень удобно Ну Как бы Удобно Управлять Ними Звук В модели Шикарный Экран Шикарный Камера Шикарная Цена Для китайца В принципе Согласен Что высокая В районе 3000 гривен Данная модель Будет стоить В наличии В Украине Показатели У модели Максимальные Те которые Есть на данный Момент Отлично Работает С телефоном OTG кабель То есть USB хост Здесь присутствует Можно подключить Мышку Флешку Клавиатуру Что угодно То есть Модель С максимальным Набором Функций С Максимальным Максимально Работающим Функционалом Для своего Дисплея Может выполнять Абсолютно все Ваши Требования На этом все Ждите Моего Обзора На сравнение Теэшель W300 И Уми X Точнее Какой X Уми Кросс C1 На этом все Спасибо за внимание Кому понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь На наш канал Заходите На наш сайт Покупайте У нас товары Мы всегда Вам рады Оставайтесь С нами Всего доброго Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...